шалом вы слушаете подкаст чё там евреев меня зовут макс сотников чё-то лев гальдорд и сегодня к нам вернулась маша лидвин привет привет сегодня мы поговорим про что про сделку с хамас мы записываемся в пятницу 24 ноября вот и прямо сегодня началось перемене прекращение огня и посмотрим что будет дальше мы еще поговорим про что про заявление некоторые заявление политиков что было про смертную казнь а про смертную казнь про морской патруль про генеральную уборку которая сближает людей а еще в конце будет у нас какой-то супер глобальный ответ на вопросы да как быть левому во время войны вот скажем так суммировать там просто одного зрителя там обстоятельный вопрос да в конце мы на него ответим давайте начнем с 5 минутки рефлексии лев как ты более-менее на этой неделе интересно было как она началась у меня потому что на прошлой неделе был первый дождь мне кажется за осенью в израиле и у нас по какой-то причине потек потекла стена ну вода из стены потекла а этого не было прошлого зима когда были дожди и мы нашли проблему проблему в том что на крыше там отошла труба ну короче мы написали нашему хозяину дома он сказал ну через две недели придет чинить крышу чел вот такие офигенно классно надеюсь дождя не будет но вот я просыпаюсь воскресенье утром и идет дождь и у меня комнате вода и я понимаю просто покачивается на работу я не еду буду вычерпывать воду получается в итоге работал из дома в паузах между вычерпанем воды примерно раз 20 минут я получается обновлял тряпки выжимал тряпки за день выжил где-то четыре или пять ведер воды части больше не было дождя но ждем завтра должен прийти этот мастер я надеюсь что не будет дождя я первый раз за пять лет не живу на последнем этаже и такой ну да у меня наконец-то ничего не текло и я такой оказывается дождь это может быть еще и прикольно чем у тебя может было интересно у меня расскажу про одну мысль и про один прикол мысль такая я думал о том что как как хорошо как умно устроены все ритуалы горевания переживания горя да потому что есть обычно 30 дней или 40 дней потом происходит какое-то поминовение и ну заканчивается траур обычно или какая-то часть траур заканчивается вот это я думала что действительно там 30 день после начала войны я первый раз поплакала прям ну вот от от души так что слезы подступают глазам прямо рыдала вот и 40 день тоже ну примерно где-то там начала какая-то возвращаться какая-то способность строить планы дальше на жизнь какая-то какая-то жизнь какая-то рутина вот и я говорила об этом с подругой и я пытался сформулировать что же что же это за такие 30 40 дней потому что это не то что закончилось горе да не закончилось горе не закончилось горевание закончился может быть ну там шок какой-то вот и она мне сказала она до улы смерти сказала что чтобы пережить горе есть такая теория нужно в нем провести год нужно в этом горе в этом изменившемся мире провести все четыре сезона года все ну как посмотреть как в каком-то новом мире провести все летнее горе в сарафане да осеннее горе получается горе в калошах так зимнее горе в горе и весеннее горе по зонтикам странной воде по странной земле странной земле звучит очень два сезона года есть в израиле да нужно прожить и тогда как бы ты переживаешь горь и можно быстрее типа смотрите вот и прожил денек в элате и потом на голланы и все закончили дран закончили упражнение спидранер максим спидранер и максим да в принципе можно никто не запрещается пасхальный спидран да когда там в 16.40 нельзя есть мучной в иерусалиме в 16.45 не знаю в брюшеве и ты такой по булочке везде ладно прикол такой прикол такой что я меня застала сирена недавно в трамвае я ну прям не хотела чтобы это произошло мне казалось это очень тревожно это правда довольно тревожно я была в трамвае одна и понятно что делать когда сирена в автобусе ты выходишь двери открываются вы все идете в дом а рядом с ракевит нет часто никаких домов и есть забор вот и я иду к двери она не открывается я думаю ну ладно хорошо буду просто сидеть одна в этом вагоне я почему-то так растерялась что я взяла свои пять больших пакетов с покупками супермаркета и я вместе с ними села подальше от окон я не знаю я хотела уберечь эти там колбасы мои колбасы и колбасы нужно было обложиться колбасы колбасами забаррикадировать окно я потом уже подумала что я получается я же действительно обложилась ими они были как мешки с песком вокруг меня я сидел там 10 минут с руками на голове потом мы поехали оказалось что мы остановились в 30 метрах не доехав 30 метров до остановки кафтед бы новымбер она названа в честь даты когда он подписал вот этот указ о создании двух государств для двух народов в общем и не доехали до нее есть такое чувство что как-то никак никак не доедем не только на раке витя хороший прикол я значит тоже недавно ну можно сказать немножко всплакнул от но это было скорее всего что-то хорошее значит знаете фильм скотт пелигрим против всех эдгара райта и это значит фильм основанный на на комиксе большому счету вот и недавно вышел вышло аниме скотт пелигрим против всех и я такой думаю они просто наверное переделали ну фильм сделали в аниме а там вернулись эти актеры которые были озвучили там крис эванс все вот эти люди они все озвучивали аниме эти персонажей своих же вот но прикольно в том что начали эти аниме я на первая серия как фильме а потом там все идет вообще по-другому и там начинается мета то есть они внутри аниме снимают фильм скотт пелигрим против всех там начинается вообще такое очень захватывая такой вау и там в последней серии уже начинается мета вселенные я такой блин и срочно пересмотреть фильм чтобы короче там в конце аниме она основывается на том что что фильм и происходил я такой номер саре фильм я все это в один день я посвел аниме и фильм я такой уау это лучший день моей жизни просто я такое удовольствие получил макси сколько же свободного времени Но это было выходное, мне кажется, было в субботу или в пятницу, что-то такое. И я прям такой, вау, это так потрясающе, я такой, класс. Какой-то вот я прям такой целый день удовольствия я получил, я как будто забыл вообще о том, что происходит, и потом такой, блин, завтра на работу. Какой-то стой. Все остальное было хорошо. В какой момент этого всего ты плакал? Мне кажется, ближе к концу. Там, где началось... Там, где нужно идти на работу. Каждую неделю, каждую неделю. Да, примерно так. Да, было хорошо. Что, давай анонс. У нас есть анонс один. А, это мой. Вышел неделю-полторы назад новый эпизод подкаста Левиафан. Предыдущий эпизод был про туалеты. Так вышло. Мы обсудили уборное их место в еврейской традиции, в мифах и указаниях о том, как вести жизнь. Блин, обычно говорят, где твое место возле туалета, а здесь, где место туалета возле тебя. Да, да. Блин. Да, это мета-выпуск. Вот, а теперь мы выложили вторую часть этого выпуска. Она посвящена демонам и чертям и сверхъестественным существам, которые обитают в уборной. И, да, хотят как-то навредить тебе или, может быть, как-то тебе помочь, но чаще навредить. Это вот есть про черта, который с огромным пенисом сидит на унитазе, да. Так что рекомендую. Ровно одну мысль Лёва запомнил. Могу рассказать про своё альтер-эго? Расскажи про моё альтер-эго. Я, ну, смотрела, какие появляются новые комментарии к этому выпуску на Ютубе, и там, значит, появляется один, и там написано, вау, потрясающий выпуск, спасибо про эти истории, замечательные истории про демонов с огромными членами, что они делают в туалете. Я думаю, блин. Ну, 0,03% этого выпуска посвящено демонам с огромными пенисами и тому, что они делают в туалете, сидят. И я присылаю с крышотлем и говорю, вот смотри, наша аудитория, он говорит, я должен тебе признаться, это мой рабочий аккаунт. Это я оставила этот... Это я оставила этот комментарий. Комментарий. Да? Мало того, Маш, ты не знаешь, что у меня есть еще один подкаст, где я записал про демона с огромным членом в туалете. В общем, я так скажу, то есть, если вас такие вещи интересуют, то вот такая реклама. Если у вас другие... Надо тайм-код оставить. Там очень подробные тайм-коды. Я сделала вот такой лист тайм-кодов. Отличная работа. Свиток тайм-кодов. В общем, вот есть и другие истории, есть математические какие-то приколы, есть эзотерические приколы, есть еще много всего. Можем его послушать на ютубе, в других местах с подкастами. И будет третий выпуск. И вот этот выпуск, и следующий выпуск мы записали еще до войны. Положить анонс. Мы продолжаем выпускать наше вечернее шоу. Пока все еще и ходит не то, что я хочу, но я стараюсь приближать это к тому, что я хочу. В четверг, в этот, у нас будет оно более на чистовик. То есть, мы до этого снимали у нас на фактуре, в зале на 15 человек. Ну и получалось то, то, что получалось. В следующий четверг мы снимаем в зале Бейтас Офер. Это дом писателя в Тель-Авиве на Каплан 6. Там зал на человек 50, мне кажется, будет в сумме. Так что приходите нас поддержать. Билеты будут дешевые. В смысле, ну, мы это делаем пока не ради денег. Вот пока мы пытаемся сделать продукт. Вот. Должно быть повеселее, должно быть поинтереснее, чем в онлайне. Ну и, в общем-то, мы постараемся учесть максимальное количество ошибок, которые у нас были. И должно получиться хорошее шоу. Так что вот, приглашаю. Забавно, что я сказал учесть, а не исправить. То есть, мы такой, ну, мы знаем, что, ну, вот это отстой, но мы и знали, что это отстой. Спасибо. Так и есть. Какие флэшбеки в рабочий день. Главная новость на последних дней это сделка с Хамас по прекращению огня и освобождению заложников. Значит, я сейчас прочитаю. По временному прекращению огня. Временное прекращение огня, да. Значит, прекращение огня должно быть на 4 дня, начиная с сегодняшнего, с пятницы. И, значит, в течение этих 4 дней Хамас обещает освободить 53 заложника. Это женщины и дети. И Израиль, Израиль в ответ освободит в 3 раза больше, там, 150 заключенных в тюрьмах. Это женщины и несовершеннолетние, которые были замешаны там в попытках терактов или чего, но которые не привели к гибели. То есть, они там где-то кого-то ранили или попытались совершить теракт, но не было смертельного исхода. Значит, кроме того, что еще? А, ну, будет прекращение огня, будут поставлять гуманитарку в газу. Топливо. Топливо, да. И, ну, в целом какие-то такие штуки, то есть, там уже дальше... Не будут летать разведывательные аппараты. Да, там в 6 часов в день, определенно в 6 часов в день ЦХАО обязался не пускать разведывательные бесплотники над газой, над Южной газой. Вот. Как Хамас говорит, что это для того, чтобы они не разведывали, где у них заложники сидят в таком духе. Окей. Значит, и тут, ну, в Израиле в самом неоднозначное отношение к этой сделке. То есть, мы видели там, не знаю, какие-то есть опросы девятого канала в Телеграме, и там русскоязычные такие, сделка, отстой! Нет! Погоди, во-первых, давайте дадим немножко контексту, потому что люди, которые живут за пределами Израиля, да, для этих людей, невозможно пройти по улице и не подумать о заложниках хотя бы раз, потому что всё вокруг здесь, в Тель-Авиве, в Яфа, в Батьяне, ну, места, где я бываю, да, я уверена, и в других городах тоже, всё в плакатах, в плакатах с лицами заложников, или, может быть, много человек вместе, вот этот огромный постер, могут быть отдельные постеры с отдельными лицами, люди ходят, мне кажется, там, ну, каждый десятый человек на улице будет с таким медальоном, просто железный квадратик, и там написано Bring them home, и наибриде написано, мне кажется, наше сердце в газе, то есть и в разговорах, это то, что всегда вот здесь с нами просто каждую секунду. Да, в общем, неоднозначное отношение, почему критикуют некоторые эту сделку, потому что, значит, почему освобождают только женщины из ЕАИ, а что мы делаем с солдатами, которые остаются там, и почему мы должны освобождать террористов, то это уже в меньшей степени, больше имеется в виду, что если вот это прекращение огня, оно сыграет на руку Хамас, который сможет там перегруппироваться, и проведение дальнейшей операции в газе, оно будет сложнее, чем сейчас происходит. как вы вообще относитесь к этой сделке? Ну, я еще хотел давать чуть-чуть контекста, что да, вот на тему освобождения людей, освобождения хамасовцев, не хамасовцев, а палестинских террористов в основном, они в большинстве своем не из газа, а с западного берега и там с израильских вообще, и там сказано, что они вернутся домой, то есть их не будут освобождать, когда-нибудь копар, их вернут в дома, и это вызывает, ну, некоторые сложности, то есть, например, одна из девушек, которые планируют освободить, ей 18 лет, в момент ареста его 16 лет, она напалась ножом на мать пятерых детей в Шайджарахе в Иерусалиме и, ну, соответственно, нанесла несколько ножевых на глазах детей. Мать выжила, девушку посадили, и вот сейчас ее отпустят, и она, по сути, вернется домой в тот же район, где она живет с этой матерью, на которую она напала. Вот, то есть, такие вещи тоже вызывают некоторое отторжение у израильтян, понятно. Вот, но основная, мне кажется, линия критики, это именно военная линия, что, мол, мы вредим в ходу всей операции, там, для того, чтобы спасти заложников. Вот, я лично поддерживаю сделку, я причем, ну, понимаю, насколько сложно вообще это все было сделать, но мне кажется, что, ну, тут мы должны вести войну с какой-то моральной линией, то есть, и вещи, то есть, мы не можем не освобождать заложников в обмен на то, чтобы убить больше террористов. Вот, и к тому, что. То есть, если бы сделка была другой, в плане, что вообще полное перемирие, например, я не факт, что поддержал бы сделку, перемирие с Хамасом без срока в обмен на освобождение всех заложников. Ну, потому что это как будто бы, типа, они просто убили 1400 человек, захватили 200, и вот эти 200 выкупили себе продолжение террористической деятельности. Это я бы не поддерживал. То, что сейчас они заключают, по крайней мере, то, что декларируются, я поддерживаю, да. А ты, может, как ты относишься к этому? Ну, тоже, да, ну, невозможный вопрос. Выбираешь между злом и другим злом, потенциальным злом, злом, который прямо сейчас. Да, очень хочется, чтобы все заложники вернулись домой поскорее. Да, я тоже об этом думал, что каково людям, родственникам, которые, знаешь, одних заложников вернули, а других нет. И там до сих пор, по-моему, нет еще толком всех списков. Списков не публикуют. Есть у армии, у правительства некоторые, но и до неполной. Да. И вот давайте так, я лично вообще поверю, что сделка состоялась только вот, когда люди домой придут. Это должно быть сегодня не в четыре часа дня. Сейчас у нас час дня. Надеюсь, что они будут ее соблюдать. Вот. И я еще там, кстати, такой, ну, это, скажи, как ты относишься к делу? У меня было, сначала у меня было двойственное чувство. Я такой сначала, вау, круто. Потом я подумал, вот тоже вот эти все факторы, что, значит, а что будет с остальными заложниками и как дальше будет проводить операцию, потому что после перемирия начинать снова военную операцию будет, мне кажется, не так просто. А потом я понял так, что я, когда приехал в Израиль и первый год условно ездил на всякие, нас возили на всякие экскурсии, рассказывали про Израиль. И нам рассказывали про Израиль как страну, которая реально своих не бросает, где они делают какие-то невероятные операции, чтобы освободить заложников, там, НТБ операция, где нужно, где они спасают, там, евреев из Красного моря, через Красное море, из Эфиопии. Разводят его, в конце концов, вот именно. И я такой думаю, вау, это же так потрясающе, эта страна так печется о каждом своем гражданине. И тут я думаю, блин, у вас есть реальный шанс, ну, есть реальный шанс спасти 30 человек и, ну, 50. 50, да, 50. И, наверное, будет очень странно им не воспользоваться. Ну, как будто, и тут я еще, я начал еще думать, что рационально, вот идет уже сколько операция идет в ГАЗе? Больше месяца? Месяц? Больше месяца. Больше месяца. Окей. И освободили одного заложника и нашли два тела. Да. Или три тела. И как будто, ну, прям не очень результат. Ну, пока, в смысле, что не очень много удалось освободить их. Чисто, да, действия армии. И здесь, да, и здесь получается, что можно освободить сразу 50. И, ну, наверное, ну, я такой, немножко у меня начал какой-то пессимизм включаться в том плане, что, а может ли Израиль вообще в целом уничтожить Хамас, как это вначале говорило. То есть, то, что ты говорил, что у них до войны было 40 тысяч человек и этот анклав есть 2,5 миллиона враждебного населения. И как это вообще физически может происходить, я не знаю. И я в таком момент думаю, ну, ну, наверное, да, я поддерживаю прям полностью эту сделку. Наверное, нужно, если есть возможность освобождать людей, нужно освобождать. При том, что условия сделки мне кажутся достаточно неплохими, учитывая, там, не знаю, сделку Шалита, где за одного солдата освободили, по-моему, 2000 террористов, причем там террористов, прям, которые убивали людей. Которые убивали, там, причем как раз сейчас про это очень много говорят, потому что среди тех, кто нападал вот 7 октября на Израиль, были многие освобожденные по сделке Шалита. То есть, вкратце контекст, что Гелат Шалит, это был солдат, которого захватили в предхамасе, очень долго там был, и была большая кампания за его освобождение, и в итоге Нитаньяху пошел на эту сделку, где освободили прям дофига, там, может, и две, тысячу, тысяча с чем-то. Тысяча с чем-то. Тысяча с чем-то человек. Тысяча с чем-то человек. Тысяча тридцать какой-то. Да, в обмен на одного Шалита. Тоже все показывали, все говорили, вот, Израиль, ничего себе, отпустил тысячу там этих самых террористов за одного своего солдата, вот они там за своего мальчика постояли. Ну вот, постояли, но теперь эти люди пришли и убили еще кучу людей. Ну я бы не... Короче, я вот немножко больше скептизмом к этому отношусь, потому что, если бы не эти люди, были бы другие, как будто у них нет недостачи в террористах, вот честно говоря. Во-первых, да. Во-вторых, опять же, ну, не Гелат Шалит в этом виноват в 7 октября. В 7 октября виноват, во-первых, Хамас, так, во-вторых, нет, ладно. Ну там есть много деталей, с которыми мы, наверное, со временем узнаем, кто виноват и почему это случилось, но, да, странно это вообще... Не Гелат Шалит в данный виноват. Не то, что Шалит, не эта сделка виновата в том, что случилось 7 октября. Не-не-не, не эта сделка, разумеется, но имеется в виду, что, короче, что не работает, ну что террористы не отходят от террора, от того, что они посидели в тюрьме. Вот так чему. Это правда. Да. А я еще вот что хотел добавить. Да, что скажи, если что? Если устроить там пыточные условия. Ну как, но опять же, не очень понятно, как, в чем задача тюрьмы, если ты туда сажаешь террористов, которые, ну, не граждане твоего государства, не полноправные граждане твоего государства, потому что, по идее, тюрьма в демократическом обществе должна способствовать, ну, интеграции человека в общество потом. Он должен выйти и подумать, ну, наверное, я больше не буду продавать наркотики, убивать людей или там, чем я занимался до этого, а найду себя в каком-то более продуктивном занятии. Ну, как бы с террористами, ну, это, мы просто, получается, их как будто бы контейнируем на какое-то время, потом опускаем обратно, изолируем. Тут вот говорят про Паверон Хамасом, про, я не помню, Саша Перверксова пост или репостива пост, о том, что все говорят, что мир победил ИГИЛ, и мир не победил ИГИЛ. То есть, ИГИЛовцы и террористы, их члены семей абсолютно радикальные держатся сейчас тоже в таком временном лагере снижания, где, типа, непонятно, что с ними делать, потому что вот по той же причине, что этих террористов, ты их не отпустишь, они поддерживают это реально все. Просто ждешь, пока они там умрут, они знают старости, что вообще, вот, непонятно, что с ними делать. То есть, ИГИЛ не совсем побеждена в этом плане. Вот, такие дела. Я хотел вот что сказать, что часто, ну, вот я читаю людей там на Западе, которые там облегчен такую сделку, что вот, скорее бы уже там, что там, цисфайр, цисфайр, ну, то есть, перемирие, перемирие, перемирие. Хотел сказать, что изнутри Израиля это вообще не видится как перемирие. Ну, то есть, это видится как передышка, и все, грубо говоря, ну, журналисты и публицисты, они пишут о том, что, а сейчас мы будем смотреть, как Хамас будет нарушать перемирие. В том плане, что все воспринимают это перемирие просто как еще один шаг в этой войне. То есть, потому что до 7 октября тоже было перемирие, если что с Хамасом. После очередного обострения год назад у нас было перемирие, они его нарушили, они напали, вот, и это перемирие тоже для них это не, ну, это передышка. То есть, в этом плане я согласен с теми, кто считает, ну, типа, что перемирие на руку Хамас, да, на руку Хамас, но на руку Израиля тоже на руку заложникам и их семьям. Вот, так что тут вопрос даже, вот, что будет дальше. То есть, сможет ли Израиль сейчас продолжить операцию успешно или нет. Вот. А, и вот еще последнее, сори, что читал на эту тему. По-моему, Ксения Святова писала, что арабские страны стали призывать Хамас разрушаться и превращаться в политическую партию. То есть, такие призывы. Вряд ли реалистичные, но показывают, что тоже, что, типа, там начинается движение на тему сливания в Хамас как вооруженной борьбы. То есть, ну, потому что непонятно, что делать с ним дальше. Ну, да, но это вот то, к чему по-теоретически должно было вести Осло. Ну, да, во-первых, Осло, во-вторых, последние, вот, не знаю, 20 лет, ну, в теории, типа, какие были варианты какого-то, какого-то решения Палестинской конфликта и того, чтобы, значит, палестинцы отказались от вооруженной борьбы и тогда теоретически что-то могло бы получиться. И пока у тебя одна из сторон не признает существование другой стороны, ну, ничего сделать нельзя. Ну, все. И другой вопрос, будут ли согласны израильтяне заключать соглашение с Хамас, даже если Хамас разоружится и скажет, что, хорошо, мы не будем вести военную борьбу, согласны, будут ли согласны израильтяне, которые потеряли, там своих друзей и близких в терактах на это соглашение. Вот я вообще не уверен. Черт его знает. Это вопрос, слушай, с Арафатом тоже. Арафаты пытались убить как бы там поколение военных в плане израильских. Они там его убивали в Ливане, убивали его в Ордании, пытались там везде, где можно, пытались его убить. Не удалось. В итоге с ним Бегин пожалому руку, хотя Бегин был самый... Не Бегин, погодите, не Бегин, сорри. Рабин пожалому руку в итоге на Осло, но Рабин тоже, Рабин тоже вообще-то, хотя он там считается там левак-левак-левак ужасный, но в плане левые пока были в власти, там они тоже очень сильно воевали с палестинцами, очень сильно воевали с всеми другими арабами. То есть, короче, он тоже воист, он тоже повоевал. Вот, но в итоге руку пожал. Ну, это прошло сколько там, лет 20? Ну, короче, там тоже не так быстро все это было. Нет, не очень быстро. Но я согласен с тобой. Ну, возможно, это какое-то есть... Когда люди устают от войны, то, возможно, они согласны на это. Но я думаю, что Израиль сейчас находится вот прямо сейчас в той точке, где люди прямо пока вот нет у них такого, что нужно заключать соглашение или боиться. Да, я думаю, что и Хамас не находится в той точке, где они сейчас будут готовы разоржаться. Нет, это тоже, я с этим согласен. Я просто такое фантазирую, что если, допустим, каким-то образом в Катаре задушат этих лидеров Хамаса и скажут, что вот давайте разоружайтесь, даже если не разоружаться, я не уверен, что-то все очень быстро закончится, не знаю. 100 кодов. Не знаю, какое-то я... У меня двойственное чувство, я с одной стороны... Вначале я такой... Когда вот началась военная операция в Газе, я такой, ну все, сейчас мы придем, загоним этих, значит, бомжей в тапках в их подвалы, напердим им в их туннели, и они там вскроются. А сейчас я такой, блин, ну, похоже, все не так просто будет, не так быстро, и, к сожалению, все это может затянуть. Не, я с самого начала был вот как раз на этой позиции, что не так просто, не так быстро, но как раз в ней успехи армии больше показали, что, ну, может быть, проще будет. Ну, в том плане, что, типа, Хамас не так сильно сопротивляется, как казалось, что будет сопротивляться. То есть казалось, что будет вообще кровавая баня в плане там в Газе с самого начала. Как минимум, это не оправдывается. Ну, в плане, есть погибшие солдаты, израильтяне, к сожалению. Но, опять-таки, как будто все признают, что ожидали большего сопротивления. Вот, так что посмотрим. Да, это правда. И плюс еще интересно, что в Газе неоднозначное отношение к Хамасу. То есть я видел там какие-то фотки, какие-то местные были типа протесты против Хамаса. Ну, там непонятно, сколько человек. То есть это могло быть и три человека. Но нет такого, знаете, что, не знаю, наверное, нельзя проводить там параллель с Чечнёй или с Афганистаном или где-то, но прям не все там рады Хамасу. И, возможно, наверняка они тоже вообще не рады Израилю, но как будто нет такого, что за каждым углом тебя могут пырнуть ножом в Газе. Наверное. Я надеюсь. Ну, да. Есть такое. Но мне кажется, что протест это логично, потому что раньше, что раньше, если ты протестуешь в Газе, то приходит Хамас и убивает тебя и твою СИУ. А теперь Хамас сидит в норе, куда ему пердит армия Израиля, как уражается Максим. И ты можешь спокойно, чуть более спокойно что-то там сказать. Ну, это хорошо. Это хорошо, как раз. Ну, да. Посмотрим. К чему приведет это временное прекращение огня и что будет дальше. Интересно. Да. Перейдем к новостям в Израиле, что происходит в политике. Это как раз вот вы частично подняли эту тему про то, что делать с заключенными террористами. И, как всегда, у нас есть простое решение сложных проблем. Да. По имени Бен Гвир, который и партия Осмо Иудит. И до этого еще Либерман десятилетиями от СМА Иудит тянула. Которые предлагают ввести смертную казнь для террористов. Это все достаточно... Короче, они подняли этот вопрос, подняли комиссию. Они не сейчас это придумали. Нет. Это тянется постоянно, мы подняли снова этот вопрос, подняли время войны. Нет, подожди, мне кажется, что просто они его именно подняли или просто подошла очередь этого закона? Не уверен. Но как минимум они могли его снять сейчас, они его-то не сделали. Но там все равно спикер-то еще выбирает проекты, которые рассматривают. То есть я думаю, что там какой-то договорняк был. Да. Собственно говоря, мне кажется, что очень тупое обсуждение сейчас прямо, потому что прямо сейчас ничего не решает. Во-вторых, у нас уже есть закон о спиртной казни, который применялся в два раза для Эйхмана и для кого-то еще. Плюс есть всякие разные законы военных. Короче, на самом деле законодательная база для того, чтобы убивать условно террористов, она есть. Это, во-первых. То есть не нужно сейчас ничего такого прям править. Не, ну нельзя же их убивать, типа, не знаю, ты вот задержал его для допроса и потом убил его. Ну, так нельзя. Так это закон вроде не про это как бы. Все еще. Не, ну у тебя закон того, что тебя судили, тебя как террориста и потом значит смертная казнь. Да. Ну такого же нет закона. Не, ну сейчас все есть смертная казнь. То есть смертную казнь сейчас мы по идее могут назначить, но не назначают. То есть в плане это не проблема законодательной базы, скажем так. Вот. Плюс есть куча разных других способов, там, военные суды и тому прочее. То есть они, ну короче, я к тому, что я читал, мне кажется, в блоге «Голос Сиона». Это его ведет молодой правый достаточно чувак, который сейчас в армии, я Альбас. Вот. Он писал, что типа база есть. В плане, что ну нет такого, что нет базы. Вот. Поэтому все, что они делают, это чисто покрасоваться, поговорить там и так далее. Ну популизм, да. Популизм, да. Вот. То есть я к тому, что да, саму смертную казнь я не поддерживаю, потому что я, ну не верю, что он решает проблемы, потому что террористы погибают в плане, ну то есть в первый день, когда террористы напали на Израиль, их же погибло там больше тысячи. В плане, израильская армия поубивал этих террористов. То есть ничего их не мешает им дальше в плане сопротивляться. То есть ну как бы в бою их гибнет гораздо больше, чем гибло бы от рук палачей, скажем так. Ну в плане палачей там, как правильно сказать. Наверное, для них даже, для некоторых, наверное, даже приятнее было бы умереть во время теракта, чтобы стать там, не знаю, мучеником, и чтобы его семья получала деньги за него и все остальное. А так они просто типа гниют в тюрьме, и я думаю, что им тоже не очень прикольно. Ну мне так кажется, не знаю. Ну тут я не знаю, как оценивать логику людей, которые это делают. Вот. Но я к тому, что я не поддерживаю смертную казнь. И там был достаточно забавный и в связи с ситуацией максимально забавный, конечно, момент, что один из депутатов от партии Отсмейудит, Альмок Коэн, он, в общем, как ни странно, но жертв, члены семей заложников выступили с большой оппозицией против этого закона, против этого обсуждения. Ну в плане... Потому что это обсуждение происходило в то время, когда шло обсуждение сделки по заложнику. Мне кажется, что да, если мы начнем убивать террористов, ну типа массово казнить их, то, наверное, Хамасу тоже не будет тогда заложников, не будет их держать живыми. Ну мне кажется... У нас много измерений вообще, почему это плохая идея. Ну скажем так, и Альмок Коэн, он закусился с представителем семей похищенных и сказал ему, что у них нет монополии на горе, что у меня тоже погибли, значит, друзья, поэтому я тоже могу горевать, поэтому я хочу убивать арабов. Ну в таком духе. Такое было достаточно странное... Это он человек, который так кричал в Кнессете, что его начало тошнить? Да, это он человек, который кричал в Кнессете. Но этот театр до сих пор не закрылся. Да. Игорь Доси протошнит? Вот, мало того, да, он его затошнило в Кнессете, а потом он еще пришел в студию 12-го канала, где его начали спрашивать, ну ему предъявили журналисты, что, мол, ну он тоже повторял эту позицию свою, что я потерял там 50 человек знакомых, 50 человек друзей, имею право на эмоции. Он говорит, да, но ты еще член Кнессета, и к тебе пришли люди, у которых сейчас похищены, похищены. Которых можно спасти еще, кстати. Ну да, которых еще можно спасти, да, и как бы у тебя тоже есть право на эмоции, но ты вот там должен был их задержать. Вот, в общем, ему стало хреново в студии, его увезли в больницу, но сейчас с ним все хорошо. Вот, кстати, партия от Сма-Иудит, она, от Сма-Иудит, она единственная партия, которая проголосовала против сделки. то есть даже Бетцарев Смотрович изначально вспомнил против сделки, тоже правая партия, религиозный атеонизм, но после обсуждения принял, ну, сказал, что да, хорошо, мы теперь поддерживаем. Да, смотришь, ну, типа, переосмыслил, от Сма-Иудит нет, и забавно, ну, есть какая-то выборка, да, по русскоязычным израильтянам, которые, ну, достаточно серьезным преимуществом такие, никакой сделки с террористами. Я пытался как-то объяснить себе этот феномен, и с чем это связано, не знаю. Ну, типа, люди какие-то радикально настроены, и, возможно, у них нет как раз вот этой эмоциональной привязки у многих, что не их друзья сейчас находятся в плену, и они такие, ну, расхерячь этих террористов. Я думаю, что еще одна вещь есть, что, ну, пардон, мы все приехали из постсоветского пространства, где стоимость жизни и отношение к жизни отдельного гражданина вовсе всегда такое себе. И поэтому ты такой, да, давайте, пофигу, 200 человек, мочить их всех, то есть, ну, у нас погибло 1400, что там эти 200. Да, 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 что там эти 200, то есть, вот нет этой безусловной ценности, ну, не то, что нету, меньшей степени этой безусловной ценности жизни, и поэтому такое отношение. Ну, уже больше к забавным новостям. Мы рассказывали, мне кажется, в прошлом подкасте мы рассказывали про Илана Маска. Максим, ты, мне кажется, в последнее рассказываешь про Илана Маска. Короче, как-то несколько лет назад мне приснился сон, что я, значит, тусую в баре с какими-то друзьями, и туда приходит Илана Маска, и тогда еще Илана Маска воспринимал как суперположительного персонажа, двигает прогресс в мире. И я тогда еще в универе учился, и Илана Маска у меня спрашивает, типа, чем я делаю? Я говорю, вот, учусь в универе. Он такой, а что ты будешь делать дальше? Типа, какой у тебя план на жизнь? И я просто просыпаюсь в холодном потуле от того, что я не знаю, что я буду делать дальше, что я учусь в универе. Я учу рабистику. Да, и я учу, и я такой, господи, что я буду делать? Я такой, у меня же был какой-то план, когда я поступал. И я такой, я просто на тощу, я такой, что я буду делать, господи, и потом, я уже не помню, что я придумал, я такой все, Илон Маск, я придумал ответ, подгружаясь обратно в сон, да, обратно в сон, вот, сейчас Илон Маск уже другой человек, вот, но забавно, что, значит, от Илона Маска в Твиттере уходит очень много больших брендов, рекламодателей, потому что, значит, их рекламные посты очень часто появляются рядом с сообщениями всяких радикалов, фанатов теории сговора, антисемитов, каких-то неонацистов, кого угодно, то есть очень странных персонажей, и, значит, большие бренды не хотят с этим ассоциироваться, и поэтому выводят свои деньги с Твиттера, просто не хотят тратить на рекламу там, вот, и, значит, Илон Маск сначала говорил, что это все неважно, мы за свободу, за свободу слова, и мы все сделаем, и все будет классно, и потом Илон Маск какой-то момент переобулся, и такой, ну, вообще, да, я борюсь с антисемитизмом, и сейчас мы всех поборем, и люди, значит, которые поддерживают ну, которые поддерживают, там, не знаю, какие-то фашистские взгляды, значит, они все будут забанены, и вот Илон Маск уже перешел, значит, на следующую стадию не то, что лечения... А после Илон сказал, что у него другие в реестре, и что? Какая следующая стадия? Нет, следующая стадия, это, конечно же, приехать в Израиль, чтобы поддержать народ Израиля, значит, он должен скоро приехать, мне кажется, на следующей неделе, если я ничего не перепутал, вот, он поедет, значит, в кибуцы, которые пострадали от атаки 7 октября, вот, и, ну, значит, каким-то таким визитом, где будет, наверное, давать какие-то интервью и говорить, что терроризм — это плохо, и что, пожалуйста, возвращайтесь обратно. Он, кстати, приезжал несколько лет назад, мне кажется, лет 5 назад в Израиль, тоже там какие-то были бизнес-встречи, я помню, что у меня какие-то знакомые, мне кажется, пошли в бар в Русалиме, и просто там был Илон Маск, они такие, вау, честно говоря, вот, коктейльчики пил, да. Хотел еще сказать, что да, что Илона Маска за него это реально два дня, там между... То есть там просто был момент, что Брэндон, да, написал какая-то ассоциация, что мы уходим, вы задолбали, там Илон Маск, там был триггер такой, что вот он, конечно, рассказывал просто в прошлый раз, что Чел написал вот эту вот теорию заговора, значит, вот про белых супрематистов и евреев. Да, что он и поддержал, да. Да, Илон Маск написал, you're absolutely right, или что-то такое, там, вот в духе этих реплеев Дональда Трампа, типа, bad, sad, you are right, вот это все, вот. True. True, да, вот это вот. И после этого, значит, Челки написали, так, мы уходим, это какой-то бред, полный дитя в жопу. Илон Маск написал, что мы готовим огромный жирный иск там ко всем, а потом такой, антидинитивно, плохо мы осуждаем. Короче, ему там пояснили, видимо, что нельзя бороться иском с витринными мельницами, я не знаю, с кем он там пытался. Ну, это когда популизм сталкивается с капитализмом, это вот где-то вот это произошло, Илон Маск, где он такой, да, я сейчас освободу слова, смотрите, какое крутое, а потом такой, ой, ну что деньги кончаются. Да, я еще поразился, на самом деле, поразился, во-первых, был график посещаемости Твиттера, и там прям видно, как он начал терять в посещаемости. И там прям он сначала так потерял, а потом еще сильнее потерял. И мне Чел написал, что он потерял сильнее, когда он периминал его в X, там же он был Твиттер, а сейчас это X. И вот на моменте периминания в X прям много людей ушло. Я помню, что мне тоже, когда он периминал X, мне тоже было прям побуждение, давайте, может, ну, уже хватит, не хочу сидеть на X.com. Я так сижу на X, X, X.com, как будто я понижаюсь в X, мне не нравится. Вот, и еще что-то хотел сказать про Илона Маска, елки-палки. Командатели ушли, Илон Маск, ладно, забей. Ладно, неважно. Я тоже, я хотел давно уже уйти куда-нибудь в условный Blue Sky, но я зашел, а там очень мало людей. Потому что это даже был тред, где Лев с кем-то обсуждал, и я тоже написал комментарий, я попросил у Льва ссылку, где можно прочитать про этот OpenAI, и вот прошла неделя, и мне до сих пор не ответили. Ну, это потому, что Лев... Отличная соцсерия, где тебе не отвечают. Ладно. Но это пока еще в этом, возможно, станет получше. А, вот что я хотел про Илона Маска последнее, что... Насколько, конечно, забавно, потому что недавно SpaceX проводил же запуск очень тяжелого космического корабля, который в итоге он там сгорел, но в смысле это все еще был успех, потому что он поднялся, там было 37 двигателей, или просто какой-то огромный, тяжелый, тот самый полет на Марс, Старшип, там, тяжелый Старшип. В смысле, никто и не ждал, что это будет успешный запуск. Это вот эти первые, да, тестовые запуски. Ну, это уже N-ный тестовый запуск. Ну, может, второй, да, может, второй. В общем, видимо, какие-то этапы этого теста, они сработали, и это уже хороший показатель. Ну, да, я читал просто отчетность, ну, не отчетность, точнее, люди, которые следят за этим делом, они говорят, что это успех. Просто многие из СМИ вышли за вакуи, типа, ну, ха-ха, сгорел. И люди писали им, вы что, дебилы, что ли, это просто огромный успех, это прям, ну, все супер. Вот, и просто насколько Илон Маск перестал с этим ассоциироваться у меня. Вот просто и вообще ноль, ноль ассоциаций, то есть. Вот если бы Челл просто меньше говорил, если бы он вел себя как Бенни Ганс, я говорю, был бы вообще потрясающий. Если бы он меньше писал в соцсетях и меньше ипотировал, было бы лучше. Хотя, с другой стороны, вот кто-то говорит, что за счет того, что Илон Маск ипотирует, вот и Тесла так дорого стоит. Ну, как будто бы он ипотировал до того, как Твиттер купил, то есть было бы лучше. Да, возможно, да, он перегнул немного. Немного про экономику. Во-первых, была новость про проблемы с помощью для шкелонцев. Это была очень дикая история. Да, в Ашкелоне история действительно дикая. И она заключается в том, что Ашкелон очень близко к Газе. Оттуда 30 секунд летят ракеты. Далеко не в каждом доме есть укрепленное помещение. И людям, которые там живут, им положена помощь в эвакуации в центре страны или куда-то еще. Вот. Но чтобы... Ну, и многие, понятно, уже давно эвакуировались сами или, возможно, получили с помощью от государства. Люди, которые живут... Проблема в том, что, чтобы получить эту помощь, нужно принести счет заводу. Счет из... Счет заводу. Который доказывает, где ты живешь. Самые незащищенные слои населения часто это пожилые люди, люди, прижившие Холокост, матери-одиночки, инвалиды. Они живут в квартирах-деленках. Когда-то это была трешка. Ее разделили на три маленьких студии. И в таких квартирах обычно у тебя счета заводу и городской налог, они включены в то, что ты платишь хозяину. Да? Ну, никто не будет делить один счетчик на три. То есть никаких счетов заводу у этих людей нет. Да, потому что по закону нелегально делить квартиры. Вот. Поэтому всегда хозяева перестраховываются и не переоформляют коммуналку на других людей. И никаких, понятно, защищенных комнат у них тоже нет. У них всего одна комната, она незащищенная. И они ходят и жалуются во все места, и ничего им не положено. Все им отвечают в битухлеуми и в других местах, что, ну, вот будет потом комиссия по специальным случаям, когда она будет непонятна. Причем, ну, часто такие ситуации... Были такие ситуации, что сам владелец квартиры, он давно уже уехал, ландлорд, и он еще получил эти деньги, которые там должны ему помочь эвакуироваться. Да, а жрецам ничего. В общем, я частично могу понять, почему просят счета за воду, потому что это позволяет подтвердить, что человек именно там живет, что он не просто прописан, что он не просто там пересдает квартиру. Да, но почему не сделать или-или? Вот, да, это, мне кажется, проблема бюрократии израильской. Я думаю, что они к этому придут. И я не думаю, что они прям такие людоеды и специально сделали самый всратый закон, чтобы, значит, не дать деньги людям. Не, я тоже так не думаю. Но да, что ситуация тупая. Да, тупая ситуация. Я думаю, что она как раз просто не учитывает вот эти все деленки и вот эти аспекты. И я надеюсь, что... И начинается вся эта бесконечная бюрократическая игра в горячую картошку. Это вам в мэрию, это вам в битухлюми, это вам туда. Вот соберется однажды комиссия, сидите здесь. Ну, при том, что вот сейчас по центру мало стреляют в последние дни. Пашки, он, мне кажется, каждый день есть залпы. Ну, может, не каждый сейчас уже, но стреляют. Ну, сейчас уже, надеюсь, нет. Ну, сейчас будет перемирие, но до этого практически... Нет, стреляют, стреляют точно. И здесь как раз важна очень работа СМИ, которые должны поднимать эту тему и тогда таким образом давить как раз на муниципальные службы, которые должны адаптировать свой закон под реальную жизнь. Вот. И наш подкаст тоже не остается в стороне. Видите, поднимает острые социальные темы. Ой, ладно. Я хотел еще коротко рассказать про безработицу в Израиле. Значит, она немножко растет, но все не так плохо. Безработица сейчас, она в 8 раз меньше, чем была во время пандемии. Вот. То есть мы прям еще держимся неплохо. Люди работают. Вот. Но интересная статистика, что большинство безработных – это женщины. Их 59%. То есть не то, чтобы прям намного-намного больше, но больше. Ну, нормально больше. Вот. И, да, их доля... Ну, это связано из-за того, что сфера образования, там, многие позакрывались, детские сады, еще что-то вот. И поэтому много женщин остались сейчас без работы. Вот. Ну, еще часто женщины с детьми сидят, мне кажется. Да, часто просто женщина как раз не может просто идти на работу, потому что дети не идут в школу или не идут в садик, потому что нет садиков и школ. Все, в общем, доминошки цепляются одна за другую. Все так. Вот. И, да, что интересно, не знаю, наибольшее количество безработных приходится на возрастную группу 35-39 лет. То есть, мне кажется, как раз молодые родители, возможно. Не знаю. Ну, возможно, это. Во-вторых, еще возможно, что просто люди постарше чуть-чуть более, скажем, плотно устроены бюрократически, а эти 35-39 все еще... Ну, знаешь, то есть у тебя работа посменно какая-нибудь такая, которая любила сократить. Преобслуживание, да. Например, да. А там уже у тебя зарплата, гарантии, там, все такое. Ну, да. Да, если ты работаешь в каком-то туризме, то это... То есть, туризм опять схлопнулся. Ну, конечно. Очень тяжело этим людям. Да. Ну, это как раз такая была подводка к нашему блоку, где мы рекламируем малые бизнесы и призываем их поддерживать. Да. Пишите нам форму обратной связи. Ссылка есть в каждом выпуске. Зачитываем оттуда... Ну, мы не проверяем, мы просто рекомендуем то, что вы пишете. Вот и все. Привет. Меня зовут Саша Гутенберг. Я психолог, работаю в Израиле. Война, к сожалению, изменила количество клиентов в меньшую сторону. Хотя мне кажется, психотерапия для русскоязычных израильтян сейчас актуальна как никогда. Не оценил плюс моей работы, что я в Израиле. Понимаю, что происходит, хотя в целом можно ходить онлайн в любой точке мира. Я работаю только на русском языке. Приложим ссылку. Вот, кому нужен психолог, обратите внимание. Привет. Меня зовут Либи. Я работаю в магазине декора и подарков за Козий Центр. Мы организуем двухдневную ханукальную ярмарку в поддержке моего бизнеса местных мастеров-ремесленников. Можно у нас на канале... Можно у вас на канале... Да, можно сказать, примерять. Не примерять. Я приложил ссылку на... Где это? Хороший вопрос. В Равантгане. В центре. А мы, мне кажется, рассказали про Козий Центр, если честно, в прошлом выпуске. Но расскажем про ярмарку. Так, хочу посоветовать посетить ресторан в грузинской кухне «Кенгуру» в центре Иерусалима. Домашняя атмосфера, некошерная еда, плюс. Вкуснейшие хачапури в Израиле с отцивельбовой, конечно, чача. Блин, а почему грузинский ресторан называется «Кенгуру»? Мне вот еще вопрос. Ну, возможно, он не определился. Потому что ты никогда не можешь доесть все эти порции огромные. Тебе приходится просить все завернуть с собой, и ты берешь эти много коробочек себе кладешь в свой карман и прыгаешь тяжелыми прыжками домой. Я думал, что может быть людям в комбинезонах скидка. Или ты никогда не можешь доесть, потому что тебе наложили в этом, и ты прыгаешь, чтобы едовать и ты ездаешь. Но в любом случае интересно, да. Так что, да, нам, в общем, поедете в ресторан, напишите, как там. Да, мы, может, тоже съездим. Ребята, привет, оставляю заявку на разведение рекламы нового бизнеса, нуждаю всего поддержки. Вау. Алекс Вичес, оператор и колорист из Гива Тайма. Могу выставить кадр, отснять памятное и не очень событие, интервью, красиво подкрасить ваш видос или даже кино. Вот, и приложить ссылку на портфолио. Вот. Привет, я Рома Бирман, фотограф из Хайф и снимаю мероприятия «Портреты контент для бизнеса». Мое портфолио по ссылке приложим замечательно. Привет, вот вам не совсем новый бизнес, но очень талантливая Лена. Она будет проводить мастер-класс в Тель-Авиве за донат, и часть пойдет в армии. Да, Лена, это будет мастер-класс по созданию своего магического берега. Вот, честно сказать, мне не очень релевантно, но если кому-то не нужно... Потому что у тебя уже есть магический берег. Да, у меня есть «Осьминог» из Икеи. Ты про него? А ты про что? Ладно. «Осьминог» из Икеи не защитил тебя от потопа. Ты подумай, возможно... Подумай, подумай. У него есть демон с большим пенисом, который ждет его в туалете. Это его защитный берег. Все так. Это тоже не оберег. Ребята, вы в магии не очень хорошо понимаете. Сходите на семинар. Хорошо. Вот. И если кому-то нужны услуги Metapelit в хайфе... Сиделки. Сиделки, да, получается. Насколько я понимаю... Так, это в хайфе, да? Да, в хайфе. В хайфе. То есть наша слушательница Ирина. Приложим ссылку. Приложим телефон. С большим опытом ухода за пожилыми людьми. Да. Вот, приложим ссылку. Да, все. Спасибо большое. Если вы воспользовались бизнесом по нашей указке, в-первых, говорите, что вы пришли от нас. Это приятно. Во-вторых, пишите ваши... Ну, если все прошло успешно, то пишите. Если вы бизнес, то пишите, сколько пришло. Короче, нам очень интересно, что происходит. Да. Все так. Вот, если вы... Если узнаете, почему кенгуру, тоже, пожалуйста, напишите. Да, пожалуйста, да. Да, если вы хотите, чтобы мы рассказали про ваш малый бизнес, то пишите нам в обратную связь. Ссылка есть в описании к подкасту. Так, еще есть одна мемная новость. Я много раз рассказывал про Роджера Уоттерса. Это бывший басист грубый Pink Floyd, который, ну, абсолютно попаянный, максимально на теме антисемитизма и любви к России. Вот. И он, ну, он прям ненавидит Израиль всеми фибрами своей души и поддерживает Палестину. Естественно, поддерживает борьбу Хамаса, всяких террористов различных. Вот. И, значит, он должен был выступать, уже выступил, концерт уже состоялся, он должен был выступать в Аргентине. И, значит, и израильские организации всякие, и не только израильские, они, естественно, пишут всем, кто организует концерт Роджера Уоттерса и говорят, типа, ну, зачем вы пускаете вообще нациста, фашиста какого-то, даете ему трибуну, даете проводить ему концерты. И было несколько раз, что, допустим, в Германии его концерт отменили, то есть удается иногда срывать его концерты. И в этот раз, значит, аргентинцы, аргентинская организация, которая делает концерт, они, значит, сделали так, что они решили, что концерт состоится, но все доходы от выступления пойдут израильтянам, жертвам палестинского террора. Мне кажется, это достаточно мемно, что Роджер Уоттерс своим творчеством помогает израильтянам в борьбе с палестинцами. Я, если честно, не уверен, что это такая уж хорошая новость, так чисто, как человек, который организует концерты. То есть, скорее всего, Уоттерс получил свой гонорар, они свои деньги отдали еврейских странам. Ну, это тоже правда. То есть, ты так представляешь, вот в Израиле отменили концерт Руслана Сабурова, господи, Руслана, господи, ну, Нурлана Сабурова, да, я уже второй раз называю Русланом в этом подкасте. Короче, Нурлана Сабурова отменили, да, а прикинь, его бы не отменили, он бы вышел, всех бы рассмешил, заврал свой гонорар, что обычно где-то 70% отрибыли, получается, да, а то и 80, и уехал бы, а орг такой, ну ладно, хорошо, мои копейки я отдам. Ну да, то же самое. Мне кажется, что очень сильно зависит от условий, то есть, возможно, если бы они могли отменить концерт, они бы отменили, то есть, без выплаты компенсации. Возможно, уже Волтерс научен, и он такой, я без предоплаты не поеду. Не знаю. Ну, короче, я поэтому говорю, что это скорее больше мемная история, чисто поржать. Чисто поржать, да, совместный. Ничего, да, ничего сверху из этого нет, но теперь можно троллить Волтерс этим, мне кажется. Ну, давай, Максим, просто пиши вам комментарии в твитере. Он безумный человек. Ладно, Маш, какие у тебя есть новости? Так, есть несколько новостей. Я начну как-то так, не знаю, почему так выходит, начинаю с новостей про похороны. Да. В общем, ЗАКа, это НКО-организация, которая собирается, которая занимается собиранием и опознаванием тела погибших, они сказали, что они захоронят некоторое количество автомобилей, принадлежащих тем, кто погиб 7 октября, потому что в иудейской традиции очень важно, чтобы человек был похоронен максимально целиком, чтобы все части, ну, то есть, почему часто идёт такой торг за то, чтобы из той же газа вернули тела погибших солдат, потому что очень важно похоронить человека согласно традиции. Вот, и эти машины, в которых людей расстреливали, которые потом сгорали, они часто в таком состоянии, что невозможно, ну, как, невозможно понять, не осталось ли и не осталось ли в машине, не остались ли в машине части тела. Вот, поэтому машины будут захоронены, я так понимаю, по... иудеясь к традиции. Да. Блин, какая машина кошерная, интересно. Можно на каком участке кладбище будут похоронить машину. Ладно. Ауч. Так, я... Хорошо, теперь давайте жизнеутверждающая новость. Очень большое количество докторов и медперсонала, сестёр, братьев, парамедиков выразили желание приехать в Израиль. 12 тысяч человек, из них 7 тысяч именно докторов. Это неевреи? Многие из них евреи, но не все. Примерно половина волонтёров они из Америки и в основном остальные из европейских стран. Они посмотрели на ковбоев и такие, мы тоже хотим. Но они давно, как я по-моему, изъявили желание. Вот сейчас приехали 151-х докторов. Их никто, разумеется, не отправляет на фронт. Но на фронт были отправлены доктора, ну как, доктора-резервисты. Да. Вот. И эти люди, волонтёры, они будут займутых мест в центре страны. Потрясающий, огромный респект этим людям. Да. Так, есть у меня какая-то, в общем, подборка новостей, связанных с водой. Которые в комнате ульваристы, строительные новости. Мне эти фрэшбэки, короче, у меня были, да, глазами. Да, Да, для тебя. Да, значит, первая такая, очень много организаций есть, которые помогают солдатам, сейчас собирают там помощь, еду, хотя они просят, да, больше не присылать еду, и вещи, и то, и другое, и третье. Вот. И есть, значит, организация Клаль Израэль, которые тоже, они занимаются, собирают всё, что нужно собрать. Кроме этого, они привозят к границе с газой стиральные машины, ландроматы, чтобы можно было постирать быстро вещи и высушить. И они... Ландроматы. Блин, звучит неплохо. Ну, да, Хочу эту группу свою назвать. Ландроматы. И играть индастриал с этими звуками. И немного этого дебстепа. В общем, 12 тысяч штирок уже было проведено имя для солдат. И на самом деле, ну, удивительно, неочевидная мысль, где стирать вещи. Вот. Сейчас они пошли дальше. Они привезли... Ну, то есть, это внутри такого фургончика, эти стиральные сушильные машины. И они... У них теперь есть новый фургончик, в котором есть спа, джакузи и душ. Да? Для солдат, которые выходят из газа в какую-то... Ну, я не знаю, насколько сейчас есть увольнительные для боевых частей. Я просто... Я просто, ну, тебе представляю, абсурдная ситуация, на фронте выходит уже солдат весь в саже, и он просто заходит в спа и выходит новым человеком. Потрясающе. Да, и замечательно, что происходит такое. Да, я как раз хотел сказать, что, ну, это важно. Реально, негде стираться, и поэтому в армию требуется так много там одежды, наскоп и прочего, трусов там, что они не всегда могут. Вот. Я хотел предсказать мему, который выложил Эва Штруман в сценаре у себя. Эва, которая тоже как раз занимается вот этим вот сбором всего-всего-всего для армии. Да, мы вот рассказывали в подкасте с Михаилом Шацом про пизгобазу, вот их хаб, где они принимают заявки от баз и отправляют туда всякое. И там мем такой, что мальчик шлет девочке сообщение, привет, я без трусиков, и девочкам отвечает, какая база, где, сколько нужно. Номер батальона. Размер, да. Размер. Да, это смешно. Но это вот как раз, типа, пошло, это украинский мем изначально был, и там было очень много, да, вот этих приколов, что люди, там, не знаю, всеми соцсетями собирают салатом тоже одежду и все возможное, все, что нужно. И здесь, да, интересно, как люди, которые занимались этим в Украине, сейчас в Израиле тоже активизировались и там находят где какие-то бронежилеты, каски, еще трусы, все возможное, и да, все эти люди молодцы. знакомые комикеза Ася Явец, которые сейчас с Ваней, мне кажется, не в Грузии, хотя должны уже вроде были вернуться, отправили из Грузии бронежилетов тоже сюда, вот. Я не знаю, как их пропустили через границу, но окей. Ну, как там. А что, думаешь, бронежилеты плохо или что? Нет, просто что в Израиле есть строгие правила по поводу ввоза продукции двойного предназначения, там очень жесткое, потому что я помню, еще была, как началась война в Украине, то из Израиля все, кто пытался отправить, все встряли, потому что нельзя. Ввозить нельзя, ввозить, может быть, и можно. Ну, я думаю, что там тоже сложно, но я надеюсь, что они как-то договорились, что они... Нет, потому что они все в порядке, так что уже все в порядке, поэтому все нормально. все окей, значит, Израиль как-то разобрался. Да. Окей. Значит, следующая новость, она про человека по имени Габи Охайон, жителя Решона Лециона. Он очень хотел как-то помочь, хотел помочь в первую очередь. В общем, он думал, что он может это сделать. Он решил, что он хочет помочь семьям заложников, которые практически все это время они находятся на демонстрации, на вот этой площади у Музея искусств, которая, она теперь называется... Не площадь заложников. Не знаю. Какое-то у нее новое имя. Окей. В общем, которые находятся на демонстрациях, или вот они шли маршем, да, в Иерусалим из центра. И что он сделал? Он нанял, нанял фургончик, такой, как караван. Че? Ну, я не понимаю, о чем это смысл. Ну, как называется такой фургончик, в котором можно жить, в котором есть все. Караван, да. Караван. Дом на колесах. Дом на колесах. Вот, спасибо. И каждый раз, когда куда-то отправляются протестовать эти люди, он отправляется туда за ними, чтобы у них был туалет и возможность сделать там чай, кофе. Прикольно. Этот, в общем, изнутри фургончик очень. Прикольно, если бы он просто с ними ездил, как бы, господи, что он нас присутствует на колесах. Вот такое. Лёва, ну, представь, вот сейчас по этой погоде просто стоять часами, кричать на Кнесет. Да, они же ходили там маршем до Иерусалима, ну, понятно, что это нужно. Занимались мыться сколько? Три дня? Да, да. Вот, этот фургончик, он снаружи весь обклеен, опять же, лицами заложников, а внутри есть кухня и туалет. Хорошо, и третья из этих новостей, она про эвакуированных. Большое количество людей, их с юга, с севера отправили в центр, им тоже нужна помощь, и, значит, им помогает береговой патруль. Береговой патруль это общество по защите морской и морской жизни, морского разнообразия. Они обычно занимаются тем, что они ныряют со своей маленькой очень яхтой и достают всякий мусор. Вот, а сейчас они объединились с компанией, которая называется Пати Яхт, и у них есть теперь две яхты, маленькая яхта и большая яхта, и они просто устраивают такие, ну, в общем, вывозят этих людей, эвакуированных в основном эскибутцев из зотов Аза, просто на морскую прогулку в, ну, в Тель-Авиве, в Марине Тель-Авива. Вот, и можно им позвонить, если вы из таких людей отправитесь на эту морскую прогулку и немножко расслабиться. Да. Прикольно, да, мы огромные молодцы. Так, здесь заканчиваются новости про воду. Не такие же плохие, как новости про воду, у которой не были воскресения. Отличные, отлично, я не знаю, с чего вы решили, что будут плохие новости. Дальше, значит, читала статью очень длинную, я ничего себе не записала, поэтому расскажу вам коротко. О том, как в Хайфе объединяются евреи и арабы на почве знаете чего? Так, ненависти к Ватерсу. Подорожание кебабов. Генеральные уборки. Оу. В Хайфе есть какое-то количество шелтеров бомбоубежищ. Их гораздо меньше, чем в центре. И они чаще, как я понимаю, ну как какие-то общественные, а не домовые. А домовые, если и были какие-то подвалы, то их просто последние сколько, 20 лет. Очень давно не было в Хайфе со второй ливанской. Да, мне кажется. Почти 20 лет. В них просто складывали всё-всё-всё-всё-всё на свете, что можно было сложить. И там очень трёхотерийная история. Это на Times of Israel репортаж. О том, как сначала одна какая-то арабская женщина, она написала в какой-то район или домовой чат, что вот, слушайте, у нас нет подвала, нет ничего, давайте походим, вообще посмотрим, где у нас там самое безопасное место. И открыть несколько дней пришли, и она ужасно удивилась, что пришли там восемь человек, из них половина араба, половина евреи. И вот они просто вместе ходили, выбирали это место. Потом они начали расчищать, и в общем множество вот этих каких-то маленьких районных организаций, которые раньше, ну, часто это организации, которые занимались раньше как раз каким-то там культурным сближением, сейчас сближение такое, что они вместе от хлама очищают эти подвалы, выкидывают там, там ещё фотографии, изумительные перечни того, что они выкидывают фотографии, где просто улица вот так вот завалена мебелью, какой-то кусками мебели. Говорят, мы оттуда достали 10 килограммов русских порнографических журналов, мы продолжаем нашу работу. Мне нравится, что русский порнографический журнал измеряется в килограммах. Мне верно, что там было какое-то очень большое количество без фотографий, но в целом удивительный репортаж, очень, ну, приятный, духоподъёмный. Ничего приятного, 10 килограммов, чтобы неприятно было. Так, и у меня есть последняя маленькая хорошая новость, Маша рассказывала, да, в прошлый раз, как из газа спасли кота. Да. Так вот, рада вам сообщить, что ещё из газа спасли собаку, щеночка, что более, тоже там ещё в комментариях кто-то писал, что это вы там, может быть, что в чём разница между этим котом и енотом, которого русская армия украла из украинского зоопарка. Да. Ну, во-первых, разница большая, там объяснили, опять же, в комментариях. А, там объяснили, объясните мне, я уже не понимаю. Ну, одно дело взять из зоопарка, который функционирует, одно дело бездомного забрать. Да, справедливо, да, хорошо, логично, да. Вот, а что касается собаки, тут ещё, ну как, очень мало собак в целом в... В Газе. В Газе, в арабских, ну и даже в Израиле, в арабских деревнях. Да. Собак считается нечистым животным в исламе и часто, ну, собаки получают. Да, мусульмане не фанаты собак, чаще всего. Мусульмане не фанаты собак, вот, и здесь они нашли собаку, и это щеночек, и у него был очень растерянный вид, и они его забрали с собой. Как и у всех нас. И у всех нас растерянный вид. Да, да, да. Кто бы нас забрал с собой? Да, в квартиру, в тель-авивскую квартиру своих родителей, да. Его назвали Бебер, Бебер. Бибер? Нет, Бебер. Я не понимаю, что это за слово, это похоже на глагол пить в испанском. В испанском? Ну, там есть что-то, это Бебе, Бибе, это что-то предпринятие алкоголя. Не знаю. В романских, в языках романской группы. Не знаю только испанского. Ладно, напишите нам в комментариях, если вы знаете, что это значит. Да. B-E-B-E-R такое имя. Б-Б-Р. Не знаю, все еще думаешь, что это за честь Бибера. В общем, щеночек, щеночек спасен. Такая новость. Все, я в целом... Спасибо, Тимаш. Спасибо, Маша, хорошие новости. Да, отличные новости. И еще спасибо большое всем нашим патронам, патронессам, поддерживайтесь в Патреоне. Ссылка есть в описании. Да, числа вам наркобанону Максиму Кацу. Спасибо за долгую поддержку. Вот. Пока мы делаем там... У нас есть там чат патронский, у нас есть ранний доступ к подкастам. Патронские подкасты пока засели, потому что мы не очень понимаем, о чем вам сейчас говорить. Вот мы, в принципе, обо всем говорим во время подкаста обычно. Дальше мы просто смотрим в стену печально все оставшееся время в целом. Или смотрим целый сезон аниме, Максим. И фильм потом еще полируем, елки-палки. Да. А, ну хотите, я могу вот весь подкаст обсуждать этот фильм. Это все пока, на что я способен. Давай ответим, отвечаем на вопросы. Там был один вопрос в форуме обратной связи. Да, давайте. Он очень большой, мы по частям на него ответим. Во-первых, есть такой маленький вопрос. Ребята, умоляю, сделайте выпуск с Анной Каца. Она ведет подкаст «Левые мысли» на Ютубе. Сейчас как никогда она нужна. Можно и Аркадия Мазина присоединить по Zoom. Он особо, Анну, очень хочет увидеть в вашем подкасте. Она потрясная, как ваша Маша. Я впервые слышу. Ну, посмотрю. Я тоже не знаю, кто это. Да, сложно подумать. Лев разбираться. Да, с левыми мыслями. Левые мысли к Льву. Да. Вот. Еще такой был комментарий забавный. Мне стало интересно, на что похож кошерный Биг Мак на сайт израильского Макдональдса недоступен. Блин, а вообще в Израиле есть Биг Мак? Да. Что такое вообще Биг Мак? Который, мне кажется... Я просто... Специальный соус. У меня бедное детство было. Я не знаю, что такое Биг Мак. Я мог позволить себе маленький хамбургер. Я тоже, но звучала реклама по телевизору. Ну, там вот, короче, такой бургер, он не очень большой, но у него типа... А, у него несколько котлет, да? Булачки, котлета, булочка, котлета, булочка. Ага. Такое, короче. Нет. Нет? Две мясных котлеты гриль. Так. Специальный соус, сыр. Ну, что, ребят, блин, я... Может быть, вы еще и Мастер Дент не помните рекламу. Я помню Pepsi, Pager, MTV. Присоединяйся к самым-самым... Значит, это мясные котлеты гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат и лук. Все на булочке с кунжутом. Только так это Big Mac. Да. А там сыр есть? Приходите. Да, там специальный соус, сыр. Ага. Запятая. Все, я понял. Я подумал, сырный соус. Я такой, вау, я не видел в ангарсе сырного соуса. В Израиле нет сырного соуса. Но знаете, что есть в Израиле? Теперь появилась недавно тайком во время войны чизбургер. Вау. Стали ввозить чизбургер. Пошлины убрал. Смотри, честно, у вас чизбургеров. Да, там просто особенность израильского Макдональдса, даже который не кошерный, что там нет чизбургера так такового. То есть там нет гамбургеров с сыром. Нет, как раз там есть гамбургеры с сыром. Да, гамбургеры с сыром. Нет чизбургеров, есть гамбургеры с сыром. То есть ты когда берешь гамбургер, там есть типа доп-меню, дополнительные добавки. И там есть сыр. И ты можешь добавить себе сыр за отдельную плату. И за 10 кликов. Там прям какое-то приходится... То есть оно было как будто скрыто. Крошрут меродом ужасного интерфейса, скажем так. Да, и сейчас они, видимо, поняли, что можно не стесняться. Все уже узнали. Или так, или, слушайте, ну раз похоронили девушку нееврейку на лесном кладбище, значит, можно и Чизбургер вернуть. Возможно так. Возможно, да, да. Тектонический сникло в обществе. Чизбургеры снова можно. Я теперь не знаю, как вот нам статус-кво религиозное выдержать. То есть, в чем нам придется поступиться тогда в таком случае? Ну, да, чем-то придется. Короче, вопрос длинный, про который говорил Максим. Он просто очень длинный, я не смогу весь его прочитать. Тут как бы вы тоже, кстати, зрители. Если вы пишете на вопрос, который не вмещается в пост в Телеграме, то мы точно не сможем... Он не вмещается на экран ноутбука. Да, то мы не сможем его нормально прочитать. Но я перескажу. Вкратце, наш слушатель, еврей, но не живет в Израиле, он левого взгляда, и ему импонировало то, как мы критикуем и критически относимся, рефлексируем над поступками правого израильского правительства. И он говорит, что как будто бы с началом войны нас стало тяжелее слушать, потому что мы перестали критиковать и немножко слились в унисон с этой идеей бомбить, убивать и прочее. Вот. И есть три вопроса. Когда обсуждаете ситуацию в секторе ГАЗа, смерти мирных граждан и куча людей, которые остались без дома, Максим, как будто бы на секунду проснулась идея «Все ли ок?», но потом вы сразу похоронили этот аргумент за тейком «Все ответственность на Хамасе». Но есть ли какой-то предел у этой логики? Вот. Давай я как главный левак этого подкаста. Ответственность. Ну, наверное, какой-то предел есть. Очень сложно. Это все очень какие-то абстрактные величины. То есть нельзя сказать, что, значит, Израиль, поскольку мы меняем заложников к террористам три к одному, значит, мы можем уничтожить какое-то количество, точное количество людей, а если больше, то это уже перегиб. Нет, есть такой, да, термин, как сопутствующая жертва во время войны. То есть, к сожалению, нет такой войны, где бы не гибло мирное население. Это все очень сложно, очень сложно это все обсуждать. И я полностью согласен, очень отвратительно смотреть кадры. То есть израильские СМИ почти этого не постят, того, что происходит в Газе. И иногда я некоторые там телеграм-каналы захожу, которые не израильские, и там показывают, что происходит с людьми в Газе. И это ужасные, типа ужасные истории, ужасные кадры, где там под домами разрушенными лежат люди. Это все, очень тяжело на все это смотреть. Но вопрос в том, а что делать? Ну, то есть, а какая есть вторая опция? Это то, о чем мы обсуждали, мне кажется, еще в прошлом подкасте, что, а какая альтернатива? Ну, то есть, мы можем ничего не делать, но как тогда обезопасить людей? Что делать с заложниками? Как их освобождать? Как, что мы будем делать? То есть, мы видим, что сейчас добились освобождения трясти заложников за счет того, что Израиль зачистил половину сектора Газа. Если бы Израиль не вошел в Газу, заложников бы не освободили. То есть, пришлось бы отпускать, не знаю, десятки тысяч террористов. Я не знаю, что нужно было делать, чтобы освободить заложников. Какие есть другие опции? Я не знаю, у меня нет этого ответа. И очень тяжело вести переговоры с организацией, которая не признает его существование. То есть, а что делать? Ну, дайте какой-то ответ. Ну, если вы предложите какой-то вариант лучше, я соглашусь. Если вы скажете, что можно щелкнуть пальцами, и все разойдутся, и все останутся живы, и мы будем дружить, я согласен. Ну, а я не вижу такой опции. Очень сложно. Абсолютно непонятно, как можно уместить внутри себя левацкие взгляды. Ну, как левацкие... Что такое левацкие взгляды? Это, по факту, это гуманистические ценности. Это так, что мы признаем ценность человеческой жизни, да, основной ценностью. И права человека, и право на жизнь, и право на свободу передвижения, и право на свободу выражения собственных мыслей, и множество других прав. И... Очень сложно примирить вот это с тем фактом, что... Невозможно прийти на переговоры с Хамасом и начать рассказывать им о ценности человеческой жизни. Они такие, ааа, ценность человеческой жизни, отлично. А мы в школе пропустили, болели в этот момент. Да, 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 хорошо, спасибо, что вы рассказали. Нам теперь все будет по-другому. То есть, как будто бы, чтобы защитить вот эти свои гуманистические принципы, нужно допустить, нужно согласиться. Понятно, что я лично не понимаю никаких решений, но мне нужно внутри своей главы согласиться с тем, что да, сейчас необходима вот эта война, вот эти действия армии, вот этот весь... Это жуткое же очень выражение, да, побочный ущерб. Побочный ущерб. Вот эти смерти людей, вот эти люди, которые покинут свои дома, им потом будет некуда вернуться. Это гуманитарная катастрофа, это все какая-то, опять же, другое ужасное слово, необходимая вещь сейчас. Не знаю, как у меня все время идет этот разговор в голове, вот, ну, все это время. Он на фоне где-то там идет, я никакого выхода не вижу. Забавный был ролик. Есть Бен Шапира, это такой еврейский консерватор американский, который такой очень топит за правую консервативную повестку. И был ролик, где он в Гарварде, значит, был, мне кажется, да, где он общался со студентами гарвардскими, и много было как раз пропалестинских тейков, и он там их, ну, чаще всего достаточно развалил в аргументации, потому что там студенты какие-то были максимально подготовленные. И там он приводил такое сравнение, когда мы говорили про большое количество джесса среди мирного населения в Газе. Он говорил так, ну, допустим, когда Британия там бомбила Дрэзен во время Второй мировой войны, это нормально было? Нужно было так делать или не нужно было так делать? И мне кажется, это не совсем правильное сравнение, потому что сейчас мы живем немножко в другое время. Мусники сравнений, неправильное сравнение. Да, другое время, но это очень сложно давать оценку. То есть, когда погибает мирное население, это плохо, это однозначно плохо. А когда террористы убивают людей, это плохо? Тоже плохо. И как нам вот эти вот два плохо, как нам сделать из этого что-то хорошее? Я не знаю, у меня нет ответа. Я еще хотел добавить, что есть такая вещь, как парадокс толерантности. То есть, что можно ли быть толерантным к нетолерантным? То есть, если ты хочешь пытаться жить в мире, где ты принимаешь там всех, хочешь там всех обнять, ну, и не то, что всех обнять, но, грубо говоря, ты уважаешь право каждого жить, как он хочет, но если человек хочет, чтобы ты не жил, как ты, вот так, то есть, он не толерантен к твоей этой общей концепции, то можешь ли ты распространять на него свою толерантность? То есть, вот это такая же история, как с Хамасом. То есть, типа, они хотят нас убить, они это говорят, они это декларируют, они это делают. Вот. То есть, и мы находимся в такой ситуации, что мы не можем, вот, особенно мы пытались в плане Израиля, как страна, пытался с ними ужиться. То есть, вот в плане каждое перемирие, каждое там прекращение огня после агрессии, это была попытка ужиться вот в этой ситуации, что человек абсолютно не признает твое существование. Ну, ты думаешь, он изменится. То есть, вот в таком духе. И они показывают, что они не изменились, только стало хуже. Это первое. Вот. Дальше у меня такая логика идет, что, вот, ну, есть поле идей, когда вы рассуждаете о том, что хорошо, что плохо и так далее. Вот. А есть реальная жизнь, когда террорист приходит и убивает бабушек в Ашкелоне. Вот прямо у тебя в соседнем городе, очень близко к тебе. Вот. И это максимально, ты из поля идей просто врываешься в реальную жизнь, где тебе нужно обороняться от террориста. То есть, условно говоря, если вы против, ну, если вы пацифист, вы против драк, но вас начинают бить на улице. Ну, по непонятным причинам. То у вас два выбрали. Вы будете драться или убежите. Ну, или вас убьют кого-то. Ну, три варианта, да. И вот мы сейчас ситуацией там удеремся. И я... Нет такого, что я прям стал уропатриотом, который поддерживает любые действия армии. Нет, конечно. Но, условно говоря, армейский ответ в этой ситуации, мне кажется, абсолютно легитимен. И вот мы с Женей Бернштейн разбирали как раз-таки, насколько война, которую разведал Хамас, является справедливой. И получается, что не является справедливым. Вот. Ситуация в Хамасе, в смысле, Сахал, получается сейчас в справедливой войне. То есть, мы сейчас ведем справедливую войну. Сейчас. Вот. И мы находимся в ней. То есть, и поэтому я... Мне нормально. Я понимаю, что то, что происходит на войне, происходит на войне. Война была... Военный ответ легитимен. То, что вы говорите про... Всегда ли возможна эта логика? Нет. Не всегда. Там как раз в тексте есть пример, что если бы Израиль сбросил на газу ядерную бомбу, то это было бы... Ну, тоже... Да, было бы это виной Хамаса. Я думаю, что нет. Ну, в плане это не было бы виной Хамаса. Потому что ядерная бомба никак не помогает нам спасти заложников. Да. Это абсолютно асимметрично. Абсолютно непонятно вообще, к чему это, как это... Ну, то есть это нет. Но в текущей ситуации я показываю всё нормально. Просто есть ещё... И вот, Лёва, мне кажется, в том, что ты говоришь, я согласна со всем, но есть небольшая путаница и вопрос есть небольшой... Не то, что путаница, но есть мир идей, и есть мир логики, и есть мир рациональности, и есть какие-то более логичные или менее логичные действия, не знаю, государства и армии. Если мы сидим вот так вот и смотрим на эту ситуацию, как, знаете, в историческом кино, где сидят все и двигают фигурки кораблей на карте такими длинными. Но есть плоскость эмоций. Есть плоскость эмоций, в которой просто сидишь и последние уже почти два месяца просто кричишь внутри себя на одной ноте. Ну, как, ну... И, понятно, очень сложно вести вот этот рациональный, логический разговор, потому что вмешивается эмоционально. И очень сложно вести чисто эмоциональный разговор, потому что там разговорцы никакого не получаются. Там просто, ну, кошмар какой-то происходит. Можно я перескажу? Смешной случай был вчера. У меня, получается, дом, у меня параллельно ещё другой дом стоит. И я захожу в ванную, у меня было открыто окно, и я слышал, как мужик в соседнем доме разговаривал. И он, значит, такой, кричал, типа, «Ксения, Ксения, послушай меня, эти мусульмане, они же хотят всех нас убить! Вы, ты не понимаешь, что ты не говоришь, какую-то чепуху!» И я представлял, что он общается с Ксенией Светловой пытается ей объяснить ситуацию с правой точки зрения. Вот было смешно. Дальше. Второй вопрос. Осуждение антисемитизма в мире для меня звучало как-то странно. Да, это обстоявшаяся проблема, но как будто воспоминания о Шоа через чую драматизируют эту проблему. Мне не кажется, что текущий момент это такая исключительно ужасная черта в отношении к евреям. Кажется, и сломофобия в западном мире распространяется намного больше, и расизм в США. А когда этот был прислан вопрос? Ну, неделю назад. Неделю-две назад, может быть. После Махачкалы. Да, после Махачкалы, но до корабля. Да. Окей. Я считаю, что, во-первых, ну, мне... А мы про корабль вообще не рассказали. Ну, ладно. Ну, такая новость она была на прошлой неделе. Да. Короче, мне кажется, что, если говорить про этот вопрос, ну, во Франции пырнули женщины, нарисовали свастки на двери. Это первое. Второе, то, что, ну, погробы происходят вот в Махачкале и в европейских странах и в кампусах, там, видео, где чуваки просто... Идет еврей, который не связан с Израилем, просто еврейский студент. Они на него нападают и окружают и начинают на него орать, как будто. То есть, ну, вот это происходит. Да, это забавно, когда говорят, что, значит, антиизраильская оппозиция это не антисемитизм, но при этом почему-то херачат евреев, которые, ну, чаще всего даже не граждане Израиля. Вот. Сравнивать, что хуже, это... Ну, то есть, исламофобия действует не так. И исламофобия действует в плане более институционально. То есть, в духе, вот что сейчас победила партия там в Голландии, правая, где чувак... Слушай, давай, я тут с тобой не соглашусь, потому что мусульмане... Я просто этот вопрос еще изучал. Еще то, что связано было с мусульманами в Америке после 11 сентября терактов, когда били, там, не знаю, школьников били, мусульманских, когда делали погромы их там культурных центров. Это все было. И в каких-то местах, я думаю, что это все еще происходит. Просто это вне нашей повестки, потому что мы другие новости читаем. И я уверен, что это есть. Но тут нужно еще какую-то пропорцию проводить, потому что сколько мусульман в мире? Миллиард чем-то, и евреев там сто раз меньше. Ну, поэтому понятно, что анти... Из мусульманских-то штук, наверное, их будет больше, просто потому что мусульман больше. Ну да. Мне кажется, что еще можно какие-то такие параллели проводить. Да, еще вот я хотел такую историю маленькую сказать, что вот у нас, я когда был в Ульпане, у нас была француженка, ну, еврейская француженка, которая переехала в Израиль, потому что, говорит, мне, честно говоря, нравилось во Франции, но вот я ходил, у меня ожерелье со звездой Давида, и, ну, на меня постоянно и в метро, и везде было очень сложно разойти. На меня кричали, оскорбляли и так далее. Ну, и стало прям неприятно находиться, поэтому я переехал сюда. Вот. Насколько это вот, ну, нормально, что вы можете быть евреем, вот как вы говорите, не так страшно, ну, ничего страшного. Вы можете быть евреем, но не показывать, что вы еврей, получается, в многих городах крупных, там Марсельфор и еще прочее. Ну, да, нужно, ну, типа, да, как говорят, что настолько ли это драматизирует уровень антисемитизма, я не знаю, тут нужно, ну, типа, для них просто ставить. Можно же просто не высовываться. Ну, да. Да, очень сложно, очень много здесь факторов, которые непонятно как измерить. И внутри самого антисемитизма, и в сравнении антисемитизма и исламофобии. Да, массово ли убивают евреев на улицах? Нет. Если вот эта грань для вас уже настоящий антисемитизм, тогда, да, это не антисемитизм. Так, и исламофобов, то не то, что массово убивают мусульманов на улицах. Но они обычно, чаще всего, они сами себя убивают, да. Вот. Короче, сложно, сложно, но я не думаю, что это сейчас мелочи и прочее. То есть, я не думаю, что Шоа драматизируется, на самом деле. Ну, Шоа ужасный в плане, и то, что мы сейчас видим, когда говорят, что евреи-трансисты, ну, достаточно тревожненько, если честно. Вот, вот что им сказать. Нет, я думаю, речь идет о сравнении того, что уровень антисемитизма сейчас с Шоа. Да, просто часто говорят, что да. Помните, была история тоже, мы три, наверное, выпускной назад обсуждали, как на заседание ООН пришел посол Израиля с желтой звездой. Да, да. Ну, тоже, у меня тогда вызывало двойственные чувства, и сейчас вызывает двойственные чувства. Нет, это... Я немножко, в целом, я согласен с тем, что как будто очень сильно пытаются приплести все это к Шоа, как будто не всегда уместно, вот, и ты такой думаешь, ну, можно какой-то другой аргумент? То есть, это как будто, знаешь, финальный аргумент, когда всех сравнивают с Гитлером в итоге, и все приводит к Холокосту, и ты такой, ну, давайте какой-то мы еще какой-то аргумент найдем, потому что... Я согласен. Потому что иначе происходит девальвация Холокоста. Да. Но я вот что скажу, что Холокост начался не сразу, а он постепенно начинался. Вот. И такие действия, которые сейчас происходят, вполне похожи на то, как он начинался. Ну да. Вот и все. Ну, тут ты прав. И тут нужно, да, об этом нужно говорить прямо сейчас, чтобы не было слишком поздно. Ну, опять же, опять же, слушайте, кто... Максим Жапко нам говорил, да, что любая историческая аналогия это плохая историческая аналогия. Потому что если мы говорим про события, которые велик в Шоа, мы говорим о том, что происходило конкретно все-таки в Германии. Потому что везде был антисметизм, но только в Германии. Он начал становиться все более и более институционализированным, и все сильнее и сильнее сжимались эти сжимательные штуки. И многие евреи не уезжали до самого конца, и все казалось, что все нормально, нормально, нормально. И нет сейчас какой-то конкретной страны, в которой такое происходит. Есть очень размазанный, размазанный такой grassroots антисемитизм во многих местах. Так, и последняя вещь. Слова про ворд леваки, европейские леваки тупые, применяют шаблон колониализма на все. Мне показались странными. Конкретно слов про колониализм я не видел, но скорее что-то про партеид. Опять же, непонятно, применение ли это слова, но это проблема именно выраженная идея в словах. Какая-то проблема существует. Короче, очень пространно написан вопрос. Ну, я думаю, что... Я тут готов поспорить, потому что многие европейские левы, они как раз считают государство Израиль, ну, во-первых, государство партеидой, это раз, а во-вторых, что, да, евреи, которые приехали сюда, они колониалисты, потому что они, значит, скупили землю у бедных мусульман, арабов, хотя скупили они не у них, а у их феодалов, которые были вообще не бедные, но, да, что вот, значит, приехали богатые европейские евреи. С какого момента мы начинаем отсчет истории этих мест? Ну, да. Короче, я хочу сказать, что просто мне кажется, что спор неуместен, потому что вы не видели, а мы видели, в плане, потому что я видел призывы про деколонова Израиль, вот вся эта история про деколонизацию, деколонизация была с самого начала. Деколонизация проходит успешно, в Слово, в Израиле очень часто, с 7 числа были, этот еще твит был знаменитый, как вы думаете, будет выглядеть деколонизация, типа вайбс, твитс, вот, ну вот так она выглядит. Вот, то есть те к тому, что это деколонизальный дискурс, примененный к Израилю, был постоянно, и еще раз вкратце, почему он ошибочен, потому что в Израиле 60% людей живут не те, кто приехали из Европы туда, а те, кого выгнали из арабских стран после этого самого, то есть что это такое? Им некуда ехать. Да. Очень хороший есть для тех, кто слушает подкасты на иврите, очень хороший есть выпуск подкастов Мефлега Томахшавод, недавний, где как раз говорится о том, почему левая мысль на Западе вот пришла к этому. Я его сейчас не смогу кратко пересказать, но там вот одна концепция интересная про то, что очень часто, особенно когда это доходит до уровня лозунгов на демонстрациях, она упрощается, то есть речь идет, скажем, о вот этой идее интерсекциональности, когда мы смотрим всюду на отношения между угнетенным и угнетателем, властные отношения, что там вот ты белый мужчина, я белая женщина, ты больше угнетатель, я больше угнетенный, но вместе с тем, не знаю, там я родилась в крупном городе, родилась в маленьком городе, я родилась в России, то есть вот есть все эти отношения между нами, кто больше угнетатель, кто больше угнетенный, и они влияют на... Ну, в целом, ну как, в целом эта теория, эта линза, эта оптика не хуже, чем все прочие. Она неплохо описывает отношения между людьми и между какими-то обществами. Не знаю, как между странами. Тут уже я никогда этим не занималась. Вот. Но когда чем больше ты упрощаешь, чем больше ты упрощаешь эту теорию, тем хуже она работает. Чем больше ты, когда ты просто смотришь на отношения, тем более на отношения такие сложные, как арабо-израильский конфликт, который, ну, правда, вот что я, что все, кого я знаю, чем дольше люди здесь живут и пытаются в этом разобраться, тем больше они говорят, в этом невозможно разобраться. И когда ты пытаешься просто сказать, просто посмотреть на две стороны очень сложного и запутанного конфликта и сказать, вот это сильный, вот это слабый, мы будем поддерживать слабого, ну, ты выглядишь как дурак часто. Такая мысль. Да. Ну что же, мы постарались ответить на этот очень длинный вопрос. Пожалуйста, формулируйте вопросы короче, потому что здесь очень, ну, в смысле, здесь реальности, если бы я читал все, мы могли бы доказать до формулировок и вообще не на что не отвечать, потому что там очень сложно ответить, вот. Мы постарались вычислить суть. Да, но тем не менее, если, ну, типа, вопрос интересный, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то темы, может быть, вы с чем-то не согласны, вот пишите, мы всегда стараемся на все отвечать. Да, это правда. Избегаем только каких-то уже совсем кринжа какого-то. Да. Вот, поэтому, да, спасибо вам за вопросы, спасибо огромное всем, кто комментирует на ютубе выпуск, там было очень много комментариев, все, Маша, ждали тебя, вот. А я так ждала, ой, слушайте, я так ждала выпуск с Машей Чарой, я, во-первых, очень люблю Машу Чару, во-вторых, мне так понравилось посмотреть наш с вами подкаст, я прям, очень интересно, прям класс, здорово. Да, может, пожалуйста, подкаст что-то мембрею для нас, пожалуйста. Да, там был, кстати, вопрос, все хотят, чтобы в подкасте были только Маши, собрание всех Маш, но я думаю, что тогда вселенная схлопнется, и не будет больше никаких подкастов, вот. Тоже неплохое решение рабо-израильского конфликта. Я бы с удовольствием бы участвовала в подкасте с двумя Машами, бы отдохнула. Ну, ты бы отдохнул, ты бы помонтировал. Возможно, что сделаем, возможно, сделаем что-то, как спецвыпуск какой-нибудь. Да. Подумаем над этим, интересная идея. Вот, да, спасибо всем, кто дослушал до конца, ставьте лайки, пишите комментарии, это очень нам помогает. Вот, спасибо большое, с вами был Макс, Маша и Лев, в следующем подкасте будет либо Илон Маск, либо я, вот, так что увидимся, все, всем пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!